итак всем привет мы с вами продолжаем проходить morrowind на xbox original и в прошлой серии мы остановились на том что заразились такой не очень хорошей болезнью как корпус и кайкасадос отправляет нас в тельфир к девайту фиру чтобы вылечить данную болезнь данный квест не очень такой прям сложный но в первый раз когда я проходил с ним у меня были проблемки то есть нужно было найти этот тельфир я еще не знал где он находится и естественно не стал расспрашивать его где он вообще в какую сторону идти но я примерно понимал куда надо было переться потому что я уже знал осадрит мора и по моему небольшие вот эти вот окрестности я проходил и я тель арун открывал то есть понятно тельфир теля рун значит где-то здесь вот так же еще открывал и тельмара было у меня открыто и тельвоз поэтому я примерно понимал что это где-то вот в этой части острова но естественно нужно было вот эти острова исследовать вот эту всю область исследовать на естественно вот эту всю область я помню исследовал не найдя здесь я решил пойти вот в эту сторону здесь от города нет этого я начинал а по моему от этой деревеньки да 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 вот отель баронара вот отсюда я начинал вот здесь вот открывал все это дело короче на это ушло у меня не один час оказывается от содрит мор отель тельфир довольно таки близко находится так а здесь у нас что-то какая-то метка есть какой-то и ради ним сумка по это не знаешь это за место честно сказать ну довольно интересно и откуда мы с вами пойдем малагмаром можно в принципе было бы пешочком как раз открыть вот эту часть карты почему бы нет от самой был балмора наверно будет долго идти хотя можно было бы но это тоже мне надо малагмар это надо сейчас до вивика потом сесть в лодку на лодке доплыть сюда но наверное от малагмара пойдем пешочком это будет быстрее чем ну как быстрее возможно быстрее чем вот содрит море с помощью левитации я думаю ну ладно сейчас отправимся как раз карту надо открывать поэтому я думаю пешочком пойдем ничего страшного не будет так но тут у меня не сбились кстати нет не сбилось ничего также 121 на один одна единица у меня пропадет силы ловкостью 106 но это наверное пропадет скорее всего наверное ну ничего без изменений не сбилось значит мы в прошлой серии вот эти негативные эффекты все-таки сбили так и от вивика сейчас лодочку самый ближайший нами будет ну самый такой быстро чтобы добраться и вот здесь вот лодка очень-очень корабль назовем его так лодка ближайшая так блок мар так тут еще левитации нам дал как асадос зелье дать это будет быстрее всего добраться можем прямо здесь вот нам тут наверняка нужно будет левитация поэтому не знаю с реалия не зря отсюда начал ну не думаю что прям зря я думаю как нибудь можно пройти не прибегая левитации я по крайней мере надеюсь скелетончик скелетончик нас заметил кстати здесь где-то неподалеку база вампиров есть как я помню возможно это именно там этот скелет и охраняет базу вампиров но это не точно не этого на сто процентов сказать сейчас не могу так две мирские руины они нам в принципе не нужны чем мы не видели две мирские руины что я уже столько обошел их что прям тошнит от них также от дейдрических почему-то прям вообще до тошнотиков так кого-то вижу спереди нате с одного удара так ну вот как раз вот отсюда и напрямки на низа я смогу ли я через эту гору смогу не увидел честно сказать такое чувство что иксбокс прям стал немножко пошумнее работать в принципе не удивительно сколько можно на нем играть как бы консоль не не новая а ну и понятно сам как-то вентилятор стал чуть-чуть умнее ну не критично а может быть мне кажется да нет кажется такое чувство что от игры наверное зависит потому что по моему в half-life 2 когда я играю по моему погромче шумит когда в морвинг чуть чуть поменьше это у нас дейдрические развалины кстати нет мы их не открывали можно было бы наверное сюда залезть а почему бы и нет сказал что тошнит от дейдрических развалина сам лезу в них я хочу почему бы нет все таки денежка нам как бы не нужна денежка все же а ну кучу тут у тебя только сердце возьму что такой молот у меня в коллекции есть так а где то тут а вот увижу вход на меня тут же напали какие-то бомжи нет это да какие то бомжи все таки я думал что что-то у них тут хорошая есть но нет да реально какие то бомжи так а шо тут у нас секиры которые я даже брать не буду вот это только возьму чё тут у тебя есть но это у нас дейдрическая катана а вот ты где ремонтный молоток пригодится ну и все так это кто у нас так это у нас похода молок бал если я не ошибаюсь по моему молок бал честно сказать я не шарю ну это мои мои предположения где сундуки алё сундуки со всякими ништячками куда вы пять это все где мои ништячки вот солнце ну это не серьезно честно сказать где сундуки с трофеями уже реально вот такие бомжи а вот вижу на 50 закрыта ах ты блин не заметил ну ладно так это я брать не буду это я брать не буду это я тоже брать не буду это я возьму это этот тоже тоже книги естественно все заберу так остальное брать не буду так возьму 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 так а чай он переключился на магию вообще заберу так что у вас есть заберу тоже пойдет свитки на доедрическом кстати можно было бы прочитать какой-нибудь доедрический переводчик жалко нету блины на в гугле период перевода но я думаю можно перевести только долго это будет наверно вручную только что написано ну по крайней мере есть свиток такой который не очень длинный текст по крайней мере так теперь мне надо да все правильно да и на первом уровне я бы уже вздох от такого прыжка ну как бы нам теперь пофигу так а теперь только плыть остается сейчас так где это было ох нет а вот ватар водное дыхание все я прибыл в нужное место я прибыл так как-то тут надо а где-то здесь вход был а вот он кстати откуда взялись вообще а где вход тут же был разве нет видимо нет а вот он так чтобы вот так камеру не это не дергал я пожалуй вид от первого лица в рублю так он находится на втором этаже так левитация левитация вот так и где-то вот он здарова так чё ты тут нам уже говоришь с порога надо будет его подкупить чтобы это побольше к нам ну получше к нам относился так интересно так интересно у вас 2 мирская фигурка предложи подарок 2 мирский артефакт подарок так на 67 теперь он к нам относится было 37 30 поинтов всего ну уже лучше так подарок для меня как продуманно и проницательно не полагаю вы знаете что я коллекционер и что такой подарок меня обязательно порадует поздравляю вас с вашими дипломатическими способностями так почему ты пытаешься меня подмазать пришел посоветоваться с великим девайд фиром у тебя божественная болезнь хотите ограбить подземелье или пялиться на моих дочерей 2 мирский но это уже то что удалено было так часто до подмажемся ему еще вот тебе ах ты уменьшается а ты еще золотых вот а ты еще золотых он принимает а стоит маловато для тебя ну окей нам с тобой работать работать еще так корпус папа сколько текста я знаю что там со своими дочерями делаешь так так знаете ли вы что корпус делает вас не восприимчивым к болезням как а подожди не то вы когда-нибудь слышали о пророчествах нереварина да я уже это 33 раз знаю если лендеры говорят что он нереварин будет не восприимчив к болезням я всегда думал может быть нереварин хранится у меня в корпус алиуме я даже не знаю об этом так типа х х х нереварин то в мире варим типа толстый отвратительный корпусный монстр безумный как болотная крыса разве это не было бы смешно ну да принципе да так о чем мы тут можем у него спросить как вылечиться надо вылечиться же нам так так объяснить объясните что вы можете исполнить пророчество нереварина и и что там дальше понятно что-то не перевело все это дело сейчас я попробую другую фотку сделать блин скажи ему что ничего не знаешь о пророчествах нереварина нет я скажу ему что знаю о пророчествах нереварина и шо он мне ответит на это так говорит фир ты рассказываешь увлекательную историю так ты можешь быть и реварином ничего не значит конечно жертву корпуса имеют все виды бреда но давай дайте подумать что подумать о это надолго сейчас будет так умеет зелье по идее это должно вылечить корпус однако не работает наверное шо чего кто что-то наверное убить тебя чего блин я не понял ничего убил всех моих подопытных ну короче контекст опять был потерян с этим переводчиком ну ладно тебе ничего терять прежде чем я дам его вам я хочу чтобы вы осмотрелись внизу в корпус ариуме знаешь что тебя ждет если ты не выпьешь зелье и пока ты там я хочу чтобы ты забрал пару ботинок у жертву называющих себя ягмур багарн мы старый пациент умелец чиниться вещи верните сапоги тогда вы можете попросить прокрутить вниз так у типа о помощи понятно мне нужны сапоги скороходы я знаю где они находятся у меня левитация до сих пор даже работает это корпус ариум а корпус ариум у нас находится а где он находится так погодите-ка я не совсем понимаю где я нахожусь странно а ну понял понял все где-то здесь даже заходил сюда явно уже забыл так это вход а где-то здесь должен быть вход корпус ариум по крайней мере где-то он был тут а вот наверно да отлично так а это наверно про вот этого чувака лон говорил скорее всего что типа если ты тронешь там кого-нибудь внизу то тебя там прибьют и все дела ну понятно что такое я припомню лист как хай смотрите корпус ариум я здесь чтобы предупредить вас не причинять его ряд заключенным если вы пришли ограбить подземелье вы должны выдержать их атаки и рискнуть чего сам ну типа рискнуть сразиться со мной их стражам и защитникам журнал обновлен ну понятно немножко опять контекст пропал но принципе пофигу ну нам чё нам нам не страшны их атаки потому что я могу просто тупо врубить невидимость чё бы нет и здесь кстати очень много всяких полезных вещей честно сказать и довольно дорогих вот с какой-то скелет это видим незадачливый человек барабан смотри какой-то барабан сайл кстати несколько есть этих вон можно вниз даже спуститься но это сейчас затушит мне этот так чисто посмотрим тут ничего нету понятно так чисто смотрим что тут есть вообще так то я помню куда идти надо ну тут ничего нет по любому тут какие-то секреты имеются явно это место не может без секретов по любому тут что то есть ничего нету ну и ладно у меня запалили ну это не страшно вот есть сундучок на сто процентов офигеть ты чё я вряд ли это смогу вскрыть не слишком для меня а у меня есть свиток кстати только сколько у меня их открыть был 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 пять штук точно это не здесь не смог открыть смысле не смог открыть да ну нахрен ты чё вот это попадался вот так вот блин надо качать взлом короче почему не открыла я честно сказать не знаю почему не открыл тот замок может сначала надо было ловушку вскрыть а потом ну ладно мне на это время не нету сейчас ой блин чё ты и кота меня поразил ну и вот это я тоже сейчас открыть не смогу блин обидно у меня взлом не не прокачен у меня разрядил но вот проблема что я теперь вскрыть не смогу ну и закончилось ну и ладно потом как нибудь все на 100 неудивительно что у тебя никто ничего не смог стырить даже я уже второй раз сюда прихожу даже со свитком блин и не могу ничего сделать а где кстати этот забыл вот какой то проход есть как чувствую что я тут был ну я не ну я тут был но вот дилемма этот проход не открывал кстати я не помню куда идти единственное видимо это то место вот еще один да все закрыто на сотку и пока не прокачаешься тут можно только вот 8 золотых 5 золотых пособирать а вот мне на туда здорово давно не виделись путь ботинки так две мирские ботинки так две мирские сапоги типа лорд фир получил эти зачарованные две мирские сапоги от незадачного вора и учитывая количество их мастерства неудивительно что парень плохо кончил но я ничего не могу для них сделать фундаментальное зачарование ошибочно с таким же успехом можно было бы начать сначала если бы все еще можно было шить пару сапог и чуть-чуть контекст опять куда-то потерялся но она надо было начинать короче все сначала он говорит хрень и тени сапоги но я сделал все возможное отнеси их лорду фиру с моими искренними изменениями понятно понятно что ничего не понятно так а вернуться я могу вот этим путем мы этим путем уже сюда ходили я уже уже сюда заваливался тут понятно да кто-то на меня тут напал как там не шипи на меня такая где выход и опять сюда прошел смысле блин я и заблудился а вот же ёбая все никого не трогал не боись нормально так теперь девайд фиру с этими древом сапогами так а где его хата вход в хату вход в хату он прошел и все и 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 будь-будь-будь чо корпус ничего про две мирские сапоги тут не скажу так вас корпусная болезнь но ты получился погиб за которыми я тебя послал почему я не дал тебе никакого зелья пока ты не отдашь мне сапоги если у меня есть сапоги вот они сапоги и 2 мирские и мирские где этот диалог так 2 мирские будут свод дам я тебе их отдам они мне нахрен не нужны так ботинки сначала пожалуйста теперь я дам тебе зелье при следующем условии вы должны выпить его здесь на моих глазах он должен действовать немедленно и мне нужно очень внимательно за вами наблюдать типа согласны мирские сапоги полета удалены из вашего инвентаря да давай да давай я готов так чё там было добавлено так замечательно позволь мне проверить твою кожу твои глаза и твой язык удивительно я думаю что это сработало абсолютно никакой никаких признаков болезни конечно у тебя все еще типа болезнь корпуса как я и планировал но все ваши симптомы исчезли чудесно я пойду испробую это на некоторых из моих отчаявшихся заключенных ну и отвечу на любые ваши вопросы прежде чем вы идете окей корпусная болезнь так что ты тут нам говоришь про это типа видите симптомов большим нет удивительно сам немного удивлен корпус ариум можно более подробно о нем расспросить так корпус ариум я собираю жертв божественной болезни в моем корпус ариуме в пещерах под моей башней бедняги жалкое существование постоянная боль свирепы аппетиты и страсти вообще без причины безумные как болотные крысы но и чудесные тоже по своему полностью не восприимчивая к болезням живите вечно исключая несчастный случай древним волшебникам нужны проекты чтобы снять себя и чё там дальше непонятно контекст короче опять пропал корпус ариум подлежит мне ну понятно понятно что нихрена не понятно так тут дальше можно спросить чем и чём нужно неплохо для того кто родил а дочери давай то фира неплохо мне неплохо для того кто родился в банке а обаятельный талантливый не дочери правда небольшой проект побочный эффект моих исследований корпусной болезни сделав их сам из собственной плоти красивый не так ли алфи алфи фыр фифыр так ну фур а алфи фур байты фыр ну фу понятно и дельта фу упс и фу чё за смурфики блин такие мина блин алфи бурфи блин дельты блин какие-то смурфики бы так это мы теперь можем расспросить более подробно они до блин как неудобно с этим переводчиком честное слово так альфи самая острый змейк под очень дочерей и в островом и на язык иногда действует мне на нервы но конфликт это правило к жизни понятно это да это биография каждый а там можем еще раз спросить их но это в принципе можно сделать но я не буду в принципе я знаю о чем они там говорят поэтому он же не байт самый сладкий стремление что-то уходить и быть довольным отличный повар и прекрасный певческий голос дельта фур ну тут блин да реально что-то контекст прям теряется но я уже 150 раз об этом говорил что с этим переводчиком были на соба не попереводишь хочешь что-то более подробно а хрен тебе все что-то куда-то теряется между строк чуть-чуть типа организованы и упорядоченная это как понять ну ладно она действует как наш стюарт управляет щитами обслуживает припасы поддерживает работу башни и корпусариума понятно две мир так это мы уже делали а тут чё тут заметил чем меньше текста тем куда-то что-то теряется так грабить подземелье когда ты живешь тысячи лет тебе нужно хобби то что вы любите всегда называет у вас интерес я собираю сокровища и приглашаю воров их украсть я коллекционер и спортсмен я собираю зачарованные предметы и двумерские артефакты имейте довольно мики довольно много двумерских частей имею довольно много двумерских частей наверное так ну ладно и как спортсмены я люблю позволять парам пытаться украсть на и хорошо охраняемые сокровища всего несколько правил во первых не причиняйте вред заключенным 2 не обижай мой чё кого сейчас во вторых не обижайте моих дочерей мы строители охрана могут сами о себе позаботиться спросите прокрутите вверх понятно любой может прийти попытаться у него что-нибудь скомунизить но только в корпус ариуме потому что если здесь это попробовать сделать тебя палит убивают я уже пробовал это про зелья салс чем солсты им это по крайней мере сейчас не интересно еще еще до этого делся как до китая так это мы уже спрашивали и осталось вот последняя дочь про ее можно биографию небольшую только прочитать так типа как ее звать как это перевести не чуть не перевел переводчик ладно девушка с самым большим сердцем она забудется и об обитателях корпуса рима и помогает мне в исследованиях ну понятно и и что-то тут осталось вардан какой-то варган страж вистрах кай органянин мой страж корпус армина типа вполне такой боец крепкий как гвоздь самоучка понятно занимается за теми которые сами не прочь заняться боевыми искусствами есть какая был одним из последних моих рабов освободил его а он не уйдет ну типа освободил его и он не ушел оставил его в качестве наемника а потом сделал своим партнером отличный товарищ хороший компаньон интеллигент понимает но хорошо не интеллигент но хорошая компания для меня и мы их типа дочерей понятно окей ну это все что он тут говорит и чё тут нам рукой сделал упс я не то хотел в погодь я вернул это жди это я типа могу брать он не будет против не мне этот череп нахрен все я положил обратно все нормально обычно когда что-то пытаешься у него брать он начинает на тебя наезжать я нечаянно череп взял так это книги сейчас бы заруинил все просто все кстати да насчет заруинил и даже не сохранился ни разу блин реально мог из-за этого черепа сейчас все заруинить мог на меня сейчас плену загрится вот это была бы проблема ее мое ну бывает ладно книжки какие-то будет как-то заняться но у меня все времени нету на прочтение книг хоть тут и пару-тройку строк ну вот допустим вот здесь страниц 8 как бы это недолго занимает все дело но ё-моё вот на сотку закрыт за ним кстати еще есть си не ошибаюсь а нет ну вот это явно не стоит ничего брать книга еще какая-то здесь кстати вот в этой скатулке находится у нас колечко довольно интересное и довольно интересный меч который мы с вами видели еще в battle спайре это полумесяц с которым мы с вами кого там победили как и звали этого доидрического принца сейчас пытаюсь вспомнить а вот кстати ключик наверное от этого можно попробовать открыть есть еще есть шкаф где-то был а вот он тоже на сотку закрыть там броня довольно тоже хорошая и здесь что-то было если не ошибаюсь но нет ничего не было всякие бесполезные вещички и шкуры спасителя если не ошибаюсь броня довольно таки хорошая бронь к в чем в каком плане она на 50 процентов на день на 50 пунктов короче отражает магию если выбрать еще лесного по моему эльфа или высокого эльфа кто там у нас по магии то будет все 100 процентов то есть вообще короче а тут полная неуязвимость к моей это по моему круто также еще вот какой-то вот там есть проходец видимо это просто крыша и туда дальше ничего не ведет ну я не вижу там ничего но самое полезное я думаю что этот что случилось и застрял шкуры спасителя и вот это колечко там полумесяц можно забрать но я вскрыть это не смогу возможно позже позже когда-нибудь я докачаю это все таки взлом и нужно будет попробовать также можно снять с него комплект брони но ее нужно сначала разрушить потом я кстати тырил у него один раз броню это делается колечком разрушения допустим просто создать колечко можно и усмирение гуманоида если не ошибаюсь нужно заклинание и тогда вроде усмиряешь ломаешь но у меня естественно не получилось у кого-то получается чтобы потом после развеяния эффекта вот это вот утихомирение вот эти вот усмирение утихомирение гуманоидов он не нападал но почему-то у меня не получилось он постоянно на меня нападал и приходилось постоянно усмирение гуманоида кидать на него и тогда с ним получалось вообще разговаривать хе-хе ну так осячивая маленько так но мы этого делать пока что не будем вот тут что-то есть а что это такое кстати настали у него какое-то вещичко прикольное чего индекс какой-то пропеллиона эндариолеона эндариолеона какого-то хреново значит такое ну ладно в принципе неважно ну чё тогда вернемся сейчас в в в альдрум так ну-ка у меня тут переведем что тут у нас так это удавать фиру 2 мирские сапоги так ну ладно давайте полностью прочитаю я дал давайте фиру 2 мирские сапоги от йог рума багарна он дал мне зелье меня это не вылечило но убрало все явные признаки болезни давайте фирт сказал что на самом деле он не хотел лечить меня он просто хотел устранить вредные черты болезни сохранив при этом ее достоинство это сработало и теперь давайте фирт жаждет из 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 подделия на каких-то предметах в корпус армиуме смысле предметах ну короче на тех кто в корпус армиуме я должен поспешить вернуться чтобы доложить начальнику шпиону и отыскать потерянные пророчества ну понятно короче надо возвращаться а чё я взял блин не то вот ну а докладывать я думаю мы будем уже в следующей серии да это будет в следующей серии потому что и так много времени мы потратили на то чтобы найти вообще все это дело дойти потом излечиться сейчас починим снарягу ну и будем заканчивать так а это чё такое у меня шить такое а это этот точно барабан который я нашел это же барабан вроде на барабан похоже ну ладно пусть будет короче на этом все что в следующей серии пойдем к касаду собрать дальше задание я не помню что там вообще дальше то есть что из этого нужно там делать будет то есть я как я помню нужно будет вернуться к ушелаку и там уже будут более душные задания то есть сходи туда поговорить с тем иди сюда там и все такое вроде бы как если я конечно не ошибаюсь возможно еще какие-то задания такие довольно интересные ну ну как я помню после корпусариума и вот этих вот девайтфиров всех там идут менее такие интересные задания будем ходить типа уговаривать всех чтоб нас признали воплощением не реварина если ну так можно выразиться вот то есть нужно будет сначала по моему ушелаку с ними договориться со всеми племенами а потом уже с великими домами это уже по моему более проблематичнее с ними там что-то два или три задания надо будет выполнять от каждой ну от каждой сторон вроде бы как а может быть и по одному даже что-то такое ну ладно короче на этом все спасибо вам за просмотр и до следующей серии